Всем привет, меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству и сегодня у нас видео о 8 ошибках начинающего актера. Вы приехали в Москву, вы хотите приехать в Москву и стать богатым, успешным, известным, знаменитым актером. Что ж, это вполне все реально, если вы верите в себя. Единственное, что, ребят, когда вы приедете, не совершайте эти 8 ошибок, о которых я сейчас вам расскажу. Я делюсь с вами этой информацией, потому что много лет назад я приехала в Москву, я ничего не знала и все эти ошибки, о которых я расскажу, я совершила их сама лично на своем собственном опыте. Вы же, посмотрев это видео, больше не сделаете таких ошибок. Вам будет намного проще и вы намного быстрее добьетесь результатов в своей актерской профессии. Смотрим. Первая ошибка – это видео-визитка. В любом случае вам надо будет снять видео-визитку для того, чтобы отправлять ее кастинг-директорам. Визитка должна быть не более 40 секунд, максимум минута, то есть коротко, ясно и понятно. Вы приехали в Москву, вы уже имеете какой-то опыт съемок в массовке, при записи визитки вы ни в коем случае этого не говорите, вы об этом забыли. Мой совет. Когда вы снимаете визитку, вы говорите следующее. Есть опыт съемок в кино, в сериале и в рекламе. Ни в коем случае не упрашивайте, чтобы вас взяли на съемки даже в массовку. Это запрещено. Ошибка номер два – актерское резюме. Вы собираетесь отправлять актерское резюме кастинг-директору. Внимание! Пожалуйста, загуглите, посмотрите, как правильно составить актерское резюме. Это очень важно, потому что кастинг-директор, когда будет смотреть, читать ваше письмо, он сразу будет понимать, начинающий вы актер или актер-профессионал. Ошибка номер три начинающего актера – это фотографии. Начинающего актера отличить от профессионального очень легко. Профессиональные актеры используют зачастую или белые, или темные фона. Начинающий же актер делает что? Он высылает все свои любимые фотографии. Где-то он там стоит, обнявшись с березкой. Девушки особенно любят, когда у них грудь хорошо видно. И сзади там, допустим, катамаран. Или, не дай бог, вы это шлете кастинг-директору себя в купальнике. Если, друзья мои, у вас нет актерского портфолио, найдите человека, который делает просто фотографии на паспорт. Сделайте обычную, простую фотографию на паспорт. Попросите, чтобы вам ее скинули на флешку. Вот вам, пожалуйста, фотография, которая будет готова для вашего актерского портфолио. Но не высылайте, пожалуйста, где вы в вечерних платьях, где вы едите, где вы сидите на скамейке около двора. Да, может быть, вы там супер-пупер выглядите, но, друзья мои, это повредит вашей карьере. И самая главная ошибка. Зачастую начинающие актеры высылают очень тяжелые файлы с фотографиями. Уменьшите, пожалуйста, размер. Пусть это будет 70-100 килобайт, но не больше. Потому что кастинг-директора в основном работают на съемочных площадках, и они на съемочных площадке читают ваше письмо и сразу же открывают фотографии. А это значит телефон. Вы представляете, сколько будет открываться ваша фотография? Четвертая ошибка начинающего актера – это негативное мышление. Вы пришли на кастинг или пробы, там большая очередь, и начинается. Профессиональные актеры любят это дело, они любят что-то пообсуждать. Опоздал кастинг-директор, и надо это обсудить, надо вылить свой негатив. И вот это начинается, это варенье, вот в этом негативе. Отойдите от этого. Если вы начинаете думать что-то негативное, вообще уйдите тогда и не ходите на кастинг или пробы. Мы приходим с позитивным мышлением, мы заходим, человек работает, он смотрит ни одного вас, поверьте, человек может устать. В таком случае мы зашли на кастинг, мы улыбаемся, мы желаем другому человеку хорошего настроения, говорим, как он здорово выглядит, тем самым заряжаем кастинг-директора и режиссера, неважно кто будет там, хорошим позитивным настроением, сами заряжаемся. И у вас увеличиваются шансы на то, что вы получите роль, что вы пройдете кастинг. Пятая ошибка начинающего актера. Зачастую, когда вы отправляете свое резюме или вы пришли на кастинг, на пробы, вы это сделали, уходите и забыли. Ребята, просто забыли. Мы не пишем кастинг-директору, мы не звоним и не спрашиваем, а я прошел, а у меня получилось. Ребят, у него слишком много работы. Если не хотите попасть в черный список, не делайте этого. Забудьте об этом кастинге, забудьте об этих пробах, пожалуйста. И начинайте жить следующим. Начинайте искать другие пробы, начинайте искать другие кастинги, отправляйте свое резюме. Это будет намного полезнее и намного эффективнее. Вы только приехали в Москву. Начинайте сниматься везде. Пусть говорят, что профессиональные актеры не снимаются в дешевых сериалах, в дешевых программах. Ваша задача, уважаемые начинающие актеры, начать сниматься везде. Почему это практика, это работа на камеру? Вы в своем городе снимались, вы в своем городе работали на камеру. А в Москве ваша задача везде, просто везде участвовать и сниматься. Говоря себе, я помогаю себе, я занимаюсь практикой работы на камеру. Седьмая ошибка начинающего актера, это то, что когда вы приехали, неважно, чем вы занимались в своем городе. Может быть, вы работали в самом большом театре. Сейчас это не имеет значения. Вы приехали в Москву, ребят, будьте добры, возьмите какие-нибудь курсы или тренинги. Первое. Вы погрузитесь в ту атмосферу, московскую атмосферу кино. Вы узнаете больше о себе, вы узнаете больше о людях. У вас будет опыт и вы заработаете связи. А через связи можно быстрее попасть на съемочные площадки. Возьмите какие-нибудь курсы или тренинги, которые проходят две недели, месяц, два месяца. Тем самым вы ускорите свою актерскую карьеру. Восьмая ошибка начинающего актера и, к сожалению, самое опасное. Когда вы нашли агента или кастинг-директора, который вас послал на съемки, который поверил в вас и дал вам возможность сняться. То есть, если вы были на съемках, вы получили гонорар законных 20%, будьте добры отдать агенту. А если вы подумаете так, да, подумаешь, я заработала эти деньги, зачем я должна давать каких-то 20% агенту. Хорошо, агент вас внесет черный список. Следующий агент вас тоже внесет черный список. И так будет не до бесконечности, ребята. Дело в том, что молва о том, что вы не умеете делиться и о том, что вы жадный актер, пойдет очень быстро. И вы очень быстро попадете в черный список. Если вы жадный актер, то сидите дома. Актер должен уметь делиться. И не совершайте эту глупую ошибку. И бонус. Ребят, вы только приехали в Москву, вы должны быть везде. Ватсап, Телеграм обязательно. Фейсбук и Контакт тоже обязательно. Там вы будете находить первые свои кастинги, пока не найдете агента. Или пока не найдете агентство, которое будет с вами работать. Вы должны быть на связи 24 часа в сутки. Вам могут позвонить, вам могут написать ватсап. То есть до вас будут пытаться достучаться всеми известными способами, которые вы написали в своем резюме. Ваш номер телефона, ваш контакт, вашу почту. Какую соцсеть я считаю самой полезной для себя, это Фейсбук. Там я проще нахожу и агентов, там у меня больше знакомых режиссеров. И там я очень часто нахожу съемки в кино. Если это видео было вам полезно, ставим лайк, рассказываем своим друзьям. Вдруг это видео кому-то пригодится. Вы кому-то поможете благодаря тому, что поделитесь этим видео. А также подписывайтесь на мой канал, потому что здесь есть и полезные упражнения. Здесь есть полезная информация. И под видео вы сможете задать мне любой интересующий вас вопрос. А если я знаю на него ответ, то я обязательно вам отвечу. С вами была Лара Шумко, уч по актерскому мастерству. И я жду лайки. Субтитры сделал DimaTorzok